Всем привет! Сегодня я хочу поделиться обратной связью по нашей своей работе относительно глубины диагностики. Глубинную диагностику мы проводили с ней, наверное, в конце мая, начало июня, а сейчас у нас сентябрь. Это так, чтобы примерно ориентироваться во времени. И все это время у нас шла работа. У нас была пауза в течение месяца, но тем не менее работа она внутренняя точно была. Сама глубинная диагностика это какой-то потрясающий процесс, потому что он у меня начался на моменте в принципе формулирования запроса. И здесь вот, вот что первое от всего сердца, от всего тела приходит, вот то, это то, что сейчас самое горячее, самое правильное и то, в чем вы нуждаетесь сильнее всего. Это, по крайней мере, я для себя так, по себе так знаю. И если у вас тело откликается, а он говорит, не, не подожди, сейчас это не самое главное, доверяйте сердцу, телу и всему, что изнутри идет. Вот. И я сформулировала запросы, Илья дала мне обратную связь, саму диагностику прислала. И на моменте прочтения меня уже бомбило, мой процесс уже начался. Я читала обратную связь два часа. Два часа я рыдала, где-то у меня был гнев, где-то у меня было состояние отчаяния. Тем не менее, я проживала эти процессы и возвращалась раз за разом к получению той информации, которую Лия для меня подготовила. И после вот такого процесса проживания основных моментов, по сути, да, как бы таких опорных столпов, которые прислала мне Лия, у меня вообще не стояло вопроса продолжать, продолжать через некоторое время, да, или вообще не продолжать. Конечно, продолжать и продолжать сейчас, потому что тело, чувства и даже голова, они все откликнулись. У каждого реакция была своя, но тем не менее все уже сказали «да». И мы начали работать буквально там через несколько дней. Для меня были удивительными первые сессии. Надо сказать, что я же в раскопках, в глубинных погружениях не первый год. И многое в моей жизни прекрасного трансформационного как раз уже произошло. Здесь же мое тело идет в процесс, а голова говорит просто нет. И это не на уровне того, что я осознаю, что я сопротивляюсь, а это на уровне, когда у меня внутри полная тишина или море гнева, и я ничего с этим не могу поделать. И в этом плане Илья настолько огромнейший профессионал и чуткий человек, голос свыше, я бы даже так сказала, она не спасала ни в одном из моментов, даже где у меня был гнев. Она буквально взяла и где-то настойчиво, где-то возвращая меня прямо держа в рамках, строго очень держа в рамках, того процесса, который шел. Где-то с невероятнейшей нежностью, любовью, вот этой бережностью провела меня сквозь одних самых болезненных процессов. При том, что от головы, вот так вот осознанно, я бы не сказала, что там что-то такого было, но что там оказалось за ними. Вот это, конечно, для меня было огромным открытием, как и в принципе любая работа с Леей, которая у нас происходила в течение многих лет. И вот шаг за шагом, постепенно, постепенно мы в течение всех этих, сколько, четыре месяца, да, четырех месяцев мы работали. И в те промежутки, когда мы с ней не встречались, когда у нас, которые были у нас между сессиями, очень много всего потрясающе важного происходило со мной. Какие-то процессы невероятно раздражали. Какие-то отношения обострялись настолько, что было ну просто невыносимо. И потрясающий был момент, когда я пишу Леей, ну когда встретимся? Да, потому что меня бомбит. И с тем, что происходит вокруг, мне супер дискомфортно. А ответ от Леи, например, там, да, что мы встретимся тогда-то, и я понимаю, что мне надо еще выдержать, например, неделю-две, а то и месяц. И что там внутри происходит? Ну это, конечно, эффект взорвавшейся бомбы, когда там все вкрошило, и вроде как сил терпеть нет, и справляться с тем, что происходит, тоже уже невыносимо. И все-таки внутри находятся ресурсы. Более того, приходят такие осознания, приходят силы на то, чтобы встретиться с самой собой, помочь самой себе. То есть мозг научается заботиться о себе в таких условиях тоже, с учетом всей той работы, которая происходит. Поэтому важно, да, очень, важно и деликатно, важно и деликатно не только время во время, не только время, когда мы погружаемся в сессию, но время и между сессиями, это точно. Поэтому доверяйте себе, наблюдайте за тем, что происходит. Ни в коем случае не отрицайте этого, а если отрицаете, замечайте это. Все это — работа с сознанием, работа с телом, с чувствами, которые внутри вас живут, и все это помогает освобождению, более комфортному обеспечению себе, более комфортной жизни, ну а в конечном итоге счастью. Поэтому в добрый путь всем, кто решился, всем тем, кто еще думает, чуткого слушания себя, да, и выбирайте для себя наиболее комфортные, наиболее подходящие варианты. Лиюшка, тебе от всей меня, все, что я от себя представляю, низкий поклон. Огромная благодарность за то, что ты рядом, за то, что ты делаешь, за то, как ты это делаешь, и светлого тебе пути. Всего, чего желает твоя душа, в добрый путь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok